Доброго времени суток, с вами Арталаски и сегодня я хочу ответить на вопрос, волнующий тысячи разработчиков игр, как начинающих, так и более опытных. Итак, насколько реально создать игру, будучи единственным человеком в команде? Я с уверенностью могу сказать, что это более чем реально, но встречается не так часто. Я сейчас не беру в расчет мелкие инди-поделки, состряпанные в коленки за вечер, но... черт, вот вам еще одно доказательство. Что же, давайте рассмотрим подробнее, как это сделать. Поехали! В первую очередь давайте определимся с тем, из чего состоит игра. Это идея, сюжет, код, 3D модели или 2D спрайты, в общем графика, постобработка с эффектами, музыка и звуки и конечно же интерфейс. А теперь оставим из этого всего только самое необходимое. Код и графика. Далее, по важности музыка и звуки. Что насчет идеи? Если вы задались этим вопросом раньше, чем кодом и графикой, то у вас большой потенциал. На самом деле, самое важное в игре это идея и код. Есть множество хороших игр без графики и музыки, но в них есть идея и она реализована программным кодом, то есть в это уже можно играть. Но будет ли интересно нынешним игрокам играть в игры без красивой графики, захватывающей музыки и интересным сюжетом? Нет, но играют. Из всего этого мы делаем вывод, что нужно знать и уметь одному человеку, чтобы сделать самому инди-проект. Это минимальное знание кода и наличие хорошей идеи. Если при этом вы хоть немного умеете рисовать, а если вы не первый день смотрите мой канал, то скорее всего уже можете нарисовать несложную пиксельную графику для собственного проекта, то задача еще больше упрощается. Мой вам совет, быть хорошим специалистом в чем-то одном, в графике или в коде. В идеале быть одинаково крутым и там и там, но это очень сложно. Суть в том, что одни и те же задачи художник и программист может решить по-разному. Кто-то графикой, кто-то кодом. Кому-то проще устроить расчлененку и из отдельных частей сделать анимацию кодом, а кому-то проще нарисовать цельную анимацию. Но что делать, если вы хорошо понимаете в коде и совершенно не дружите с 3D моделированием или рисованием? И что делать, если все наоборот? Ответ простой. Использовать наработки других людей. И вы такие, стой, 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 ты же говорил как сделать одному, а теперь предлагаешь использовать труд других человеков. Дизлайк, отписка. Но на деле все так и есть. Вы остаетесь единственным человеком в команде, просто используете уже готовое решение, чтобы не изобретать велосипед самому. Например, вы же не будете с нуля писать свой движок, чтобы считать, что вы сами сделали эту игру. Нет, вы воспользуетесь уже готовым решением в виде юнити, гейммейкера, констракта или другого игрового движка. По тому же принципу вы будете использовать либо готовую графику, либо готовый код игры. То же самое касается и всего остального. Музыки, звуков, эффектов, интерфейсов и так далее. Где же все это взять? Например, в магазинах Юнити Ассит Стор или Маркетплейс у гейммейкера и Анреала. Это могут быть как бесплатные асситы в виде моделей и готовых шаблонов кода, так и платные, но с повышенной планкой качества, вплоть до ААА уровня. Если вы художник, рисуйте графику и возьмите готовый код игры, в которую вы ее вставите. Если вы программист, создайте код игры и используйте готовую графику. А если вы еще и не композитор, то используйте готовые треки. То есть, создавая игру одному, у вас есть два пути. В первом вы создаете весь контент сами. Рисуете графику, делаете модельки, записываете звуки и музыку, продумываете сюжет и бла-бла-бла. Во втором пути вы используете готовые наработки. От одного момента, вроде графики или кода, вплоть до сборки игры, как в конструкторе из всего готового. Это очень простой и быстрый способ, и если используя дорогие ресурсы, можно собрать вполне сносный проект, который может покорить сердца многих игроков по всему миру. Ну или просто сделать очередную какашку для гринлайта. Какой из этих путей выбрать? Ну, я лично предпочту второй, так как время деньги, и несмотря на то, что я могу написать код самостоятельно, я предпочту, чтобы это сделал более опытный человек, который специализируется только на этом. А я буду просто рисовать или делать модельки для своих игр. А по какому из этих путей идете вы? Можете поделиться в комментариях. Ну и на этом все. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос, и это видео оказалось для вас полезным и интересным. Если это так, подписывайтесь и ставьте мотивирующие лайки. А с вами был Арталаски, и я не прощаюсь, а приглашаю посмотреть те видео, которые вы еще не успели посмотреть. И заходите сюда почаще, ведь видео выходит абсолютно каждый день. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok